Детские мечты сбываются. Ещё совсем в нежном возрасте Елена решила, что станет учителем, а её подруга – врачом. Обе притворили свои мечты в реальность. Сегодня Елена Почетина – уже заслуженный учитель России. Впрочем, выбор профессии для неё был делом принципиальным. Моя мама была неграмотным человеком. Работала штукатурой, маляром на стройке. Заслужила высокую награду в 40 лет Орден Ленина. И когда она не могла расписаться, я думала, стану учителем, я её научу. Но, возможно, вот это сподвинуло. То есть есть зов к крови, а есть зов к профессии. Оставалось определиться со специализацией. И тут Елене Почетиной повезло с первым наставником. В 21 год она пришла в Хмелёвскую школу вожатой. И Пётр Суров, бывший тогда директором, посоветовал. Из вас получится отличный педагог. Только специальность выберите такую, чтобы всё-таки посвящать время и семье. Елена Николаевна приняла решение поступить на химико-биологический факультет Челябинского института. Жизнь самая расставила приоритеты. Начинал нынешний заслуженный учитель с преподавания химии, биологии и географии. Сегодня она ведёт биологию во всех классах гимназии номер 12. На уроке ребята слушают её с замиранием сердца. Восьмой класс, микроскоп, рогоноидная клетка. Казалось бы, есть все условия, чтобы заскучать и даже заснуть на уроке. Но вовремя сказанные слова ободрения ученику, увлекающие методы преподавания, стали залогом успеха. У вас хорошо настроен. Настраивайте теперь. Кладите сюда и ловите изображение. Резюмируя свой уже немалый профессиональный путь, Елена Николаевна задумывается о том, где та грань, перейдя которую, она стала уже заслуженным педагогом России. В гимназии она преподает порядка 16 лет. Где-то в середине этого пути была взята заданная высота. Но ценен для Елены Николаевны не тот прилежный школяр, который учится на отлично, а скорее троечник, который вырастает в хорошиста или отличника по её предмету. Очень прекрасны есть слова итальянского художника Леонардо да Винчи, который сказал, жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. Поэтому вот здесь, когда ученик, я вижу, что он знает больше, чем учитель, меня это радует. Особенно те ученики, которых я готовлю ежегодно к Олимпиадам. Елена Николаевна – это целенаправленный, очень ответственный педагог. Она даёт прочные, глубокие знания своим учащимся. Те ученики, которые выбирают предмет биологии, как экзамен на итоговую государственную аттестацию, получают хорошие баллы. Качество знаний по биологии в девятых классах составляет от 90 до 100%. Средний балл по ЕГЭ выше городского и областного. Сегодня в День учителя городские власти, ученики, коллеги, руководители гимназии благодарят Елену Почетину за профессионализм. Сама же Елена Николаевна слова благодарности спешит сказать своему терпеливому супругу и двум дочерям, которые радовали её своими успехами в учёбе. И сегодня продолжают радовать тем, что нашли своё место в жизни.